Проход закрыт. Новый участок Саратовской набережной теперь недоступен для саратовцев. Не успели полностью восстановить провал, который произошел три недели назад, и вот новое ЧП. Асфальт провалился в 100 метрах от ротонды. Сейчас пешеходная зона – это сплошь ямы и рытвины. Напомню, возведение 800 метров второй очереди набережной обошлись бюджету в 300 миллионов рублей. Почему новый объект пришел в аварийное состояние? И что об этом думают саратовцы? Смотрите в сюжете Юлии Шишкиной. В новой саратовской набережной нет еще и года, зато хроника происшествий уже имеется. Три недели назад появилась первая крупная яма, а вот совсем свежий провал, размером 2 на 3 метра, недалеко от ротонды. Теперь весь участок от бабушкиного взвоза до здания Волжской ТГК завешан запретными лентами и цепями. Прохожие строят свои версии о причинах столь короткого срока годности объекта. Торопились, половину разворовали. Все как обычно. Теперь будут еще деньги собирать, потом заремонтируют. Как говорится, школу, я в свое время политехнический институт кончал. По-моему, школу это то же самое. Все развалили. Везде выпускают одних экономистов, юристов и все. А инженеров нет. 76-летний Василий Ивлев занимается здесь каждый день. Зимой моржеванием, летом плаванием. На новой набережной мечтал совершать утренние пробежки. Поэтому за возведением объекта наблюдал пристально. Говорит, щебень укладывали на песок, который вода и вымыла. Образовались пустоты и покрытие провалилось. При мне это все делалось. Я живу вон на провянке. Когда щебенку песок возили, я видел, я поэтому ходил и говорил. У меня даже много знакомых из этих строителей. Были дезеристы. Я говорю, что этого, говорю, вот так надо. Он говорит, а чего прорабу больше надо. Что говорят, то мы и делаем. После первого провала на набережную выезжал председатель комитета капстроительства Саратовской области Николай Якубович. Тогда он давал комментарии журналистам, будучи, цитирую сайт «Четвертая власть», на веселье. Они сделают щебеня. Укатают, чтобы было утрамбовано. И сделают асфальт в покрытии. Первую яму тогда действительно защебенили, но не укатали. Сейчас куски асфальта свалены кучами. Когда покрытие восстановят и займутся остальными провалами, неизвестно. Наверное, сейчас чиновникам не до этого. В суде рассматривается уголовное дело в отношении председателя комитета капстроительства Александра Суркова. В деле фигурируют берегоукрепительные работы, крупная взятка и отношения Суркова и ЗАО «Саратовгезстрой». Того самого, который и возводил Саратовскую набережную. В депутатской среде есть мнение заняться и подрядчиками тоже. Здесь все на совести подрядчика. И, соответственно, подрядчик не просто где-то в песочнице что-то делает. Он делает серьезные инженерные конструкции, которые стоят большие деньги. Поэтому, если он не может их делать, то тогда, еще раз повторяюсь, нужно максимально его понудить законными способами исправить ситуацию. Я думаю, это будет сделано. Если областное правительство решит ужесточить контроль над работой подрядчиков, саратовские депутаты готовы внести поправки в закон. А пока счет дыром на Саратовской набережной, видимо, не закрыт. В знак того, что строители еще вернутся, они оставили дежурные тапочки. Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов. Мы пытались связаться с руководством ЗАО «Саратовгезстрой» и услышать от подрядчика, почему недавно построенная в Саратове набережная стала аварийной. Секретарь руководителя организации сообщила, что ее начальник Алексей Понагушин уехал и связаться с ним невозможно. Также мы пытались взять комментарии у председателя комитета капитального строительства области Николая Якубовича. Его помощники пообещали, что Николай Николаевич встретится с нашей съемочной группой в ближайшее время. Если чиновник выполнит обещание, то видеозапись вы увидите в ближайших выпусках.